Друзья, всем привет! Очень рада вас видеть на своём канале. На своём канале! Сегодня будет моя любимая рубрика «Поговорим о...», где я, видимо, просто разговариваю. О чём же мы поговорим? Не знаю, как назову видео, но, скорее всего, это будет виш-лист на весну, потому что сейчас идут скидки. Лучше всего формировать гардероб сейчас и только потом, возможно, докупить какие-то вещи, которые там придут в новую коллекцию. Но формировать нужно начать сейчас, если вы хотите обойтись без каких-то существенных денежных затрат. Поговорим о хотелках на весну. Как обычно, я перехожу в Pinterest. И здесь, хотя пока у меня, как вы видите, царит ещё зима, но всё равно проглядывается весна. Первое моё вообще просто желание, хотелка и так далее — это вот это пальто. Оно из манго. По скидке сейчас 10 тысяч, хотя мне кажется, что это очень дорого для пальто из манго. Не знаю, посмотрим, достанется ли оно мне или нет, или я его профукаю. Ну, основная хотелка, потому что у меня, по идее, есть пальто песочного цвета, но оно прям по колено, а в другое немножко не оверсайз. Я вот даже не знаю, вот как-то странно, вот покупала пальто, было всё хорошо, оно мне подходило. Это я разжирела, что оно теперь смотрится на мне как-то куца, вот я понять этого не могу. Поэтому, короче, опять пальто. Это кошмар какой-то, но опять пальто. Прямые какие-нибудь джинсы или вайсы. Не знаю, скорее всего, это будут ещё мои казаки, либо ботинки из топ-шоп, которые у меня есть. Но это явно лук моей мечты на весну. Второе — это тренч, тоже оверсайз. О, боже мой, как это... Как это непредсказуемо, правда? Внизу обязательно Total Black. Это чёрный свитер, это чёрные джинсы, возможно, мам-джинсы, чтобы они немножко были зауженные книзу. И казаки или белые кроссовки. Те же Рибаки, либо суперстары, без разницы. А, и ещё. Здесь нет, но чёрные очки, либо наоборот, ретро-авиаторы с прозрачными линзами. И это будет самый лучший вообще образ мира всего. Так, с тренчем тоже определились. С тренчем — это на немножко более тёплую весну. Это вот такие вот, либо достаточно весомые массивные шерстяные жакеты. Здесь немножко это уже пальто, но суть вы уловили. Сейчас я ещё где-то его видела у себя. Конечно же, его мне очень сильно хочется использовать не классическим образом, а именно с какими-то футболками, с принтом, с рокерским принтом, как я это очень сильно люблю, и вы знаете. Вот мой самый любимый пример. Такой пиджак, на самом деле, я видела в Uniqlo. Его также можно было, по-моему, найти хороший в H&M. Если найду, будет классно. Если нет, то ограничусь просто пальто и тоже такой же сменой внутри, как и с этим пиджаком. Но пиджак, на самом деле, это очень классно, мне нравится. Из классического образа вы немножко с ним переходите в какой-нибудь брокерский. Это немножко освежает. Посмотрите, как круто на самом деле. Вроде бы футболка чёрная, джинсы чёрные, но как классно, во-первых, здесь смотрятся интересные потильончики, а во-вторых, цветовые акценты, которые перекликаются вместе с футболкой, вместе с надписью на футболке и с сумкой. Это очень классно и очень освежает. Следующее большое, очень большое, я хочу сказать, желание, это, ну, во-первых, вот такая кофта с добавлением большого количества аксессуаров. Но мне здесь хочется сказать, что у меня практически нет ничего серебряного. И мне действительно хочется сюда ещё запихнуть какое-нибудь, что-нибудь такое серебряное, чтобы сразу смешать несколько металлов. И если вы не видели, у нас с Катей по этому поводу на канале вышло видео, обязательно посмотрите, про смешение разных фурнитур и разных металлов. И как раз мне хочется вот именно с этой кофтой носить гораздо больше разных металлов и браслетов. Как круто, достаточно банальный образ, даже не с рокерской футболкой, а просто с белой обычной смотрится на девушке. Потрясающие туфли с, внимание, квадратным носом. Я помню, как я дико ненавидела этот квадратный нос, как только он вышел из моды, там, когда это было, уже не помню. Ну, я училась ещё в школе, я так обрадовалась, так не нравились эти ужасные квадратные носы, а ну, а теперь... Либо джинсовая куртка, как вы видите здесь, либо вообще вот такая вот курточка из H&M, которая тоже уже пропала на распродаже. Её очень полюбили скандинавские, кстати говоря, блогеры. Мне она тоже приглянулась, но я, если честно, мерила в Topshop черную джинсовую куртку Oversize, и мне вот она больше подошла, как-то я в ней лучше гораздо выгляжу. Весной я по-любому захочу больше цветов. Мне почему-то кажется, что сразу захочется перейти на какой-то достаточно яркий цвет. И в отличие от как раз осени, когда, как вы видите, в тренде вот такие вот глубокие тёмные цвета бордового, тёмно-зелёного, дико хочется какого-то такого платья с, опять же, с кроссовками накинуть либо огромную джинсовую куртку, либо джинсовую куртку с вот этим вот флисом внутри. Нет, не флисом, с внутри, с вот этим вот плюшем внутри. И, конечно же, яркую сумку очень хочется, но если вдруг будет такое, что уже на сумку придётся подзабить, то, скорее всего, это будет какой-то апгрейд её с ярким брелком, яркий брелок и какой-нибудь маленький шарфик. Вот мне нравится. Всегда это обновляет сумку. Вот какие-то такие элементы, или наоборот, когда ты их снимаешь, то на сумку уже смотрится немножко по-другому. Так что, да, это тоже будет обязательно. Ну, вот и всё. Солнце у нас уже садится. Как обычно, оно очень недолго светит зимой. Поэтому, да, это были все мои хотелки на весну. Возможно, вы вдохновились тоже и будете что-то искать похожее. Да, будут классические джинсы, будут снова футболки, интересные пиджаки, либо какие-нибудь оверсайз тренчи или оверсайз пальто. Обязательно обувь интересная будет играть вам на руку. Поэтому сейчас самое время купить какие-нибудь ботиночки, казаки. Посмотрите сейчас, какая обувь идёт на сейле и думайте о том, что вы будете носить весной. Всем пока! Смотрите, кудри держатся третий день. А всё почему? Потому что надо смотреть урок, как я делаю кудри. Вот так вот. Смотрите, кудри держатся третий день.